Аэрбэк. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Автомобильный ротейшн я смотрю скоро, в ближайшее время. Сначала хотел бы поговорить про велосипедистов, потому как, ну, во-первых, довелось мне встретиться в каком-то поединке с лидерами велосипедного движения. И не могу не отметить, что в результате этого разговора стало понятно вообще, чем живут и дышат велосипедисты и их лидеры. И откуда такая активность велосипедистов, и откуда такая активность их противостояния, и какие они видят впереди ориентиры в организации велосипедного движения. И почему так, и почему мне это не нравится, и почему я этим недоволен, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а дальше по ситуации успеем, все-таки вернемся к поддерживающему нашу программу учебному центру. Поговорим об идеях, которые зародились у нас буквально после последнего экзамена на выдачу водительских удостоверений. И мы в ближайшее время собираемся эти идеи проводить в жизнь в части, касающейся подготовки водителей, особенно в части, касающейся экзаменационного процесса. Я думаю, что будет задействован мощнейший административный ресурс, который позволит нам провести этот эксперимент. Если только этот эксперимент состоится, ребята, это будет бомба. Это будет бомба, которую мы взорвем и БДД. А в чем же хотя бы намек-то какой-то? Можно... Намек. Мы хотим лишить инспектора возможности и права... Зарабатывать деньги. ...ставить... Ну, зарабатывать деньги само собой. Мы хотим лишить его возможности и права ставить задачу на экзамене по вождению. Пусть он будет только мониторингом. Мониторит ситуацию, мониторит, мониторит и намониторит себе на чего-то. А то господин инспектор, который приезжал в последний раз, немножечко перегнул палку, палка сломалась. И мы решили, так сказать, шашки наголо в атаку навстречу. Все-таки не последнее в деле автошкольном учебное заведение, учебный центр «Невокласс». Попытаемся порешать эту задачу. Ну, сначала к велосипедистам. Значит, ну, нормальный поединок с лидером велосипедного движения, касающийся вот какой проблемы. Дело в том, что мы говорили уже про то, что изменения в правила дорожного движения пришли. И мы тогда не задавались вопросом. Ну, я говорил о том, что изменения носили формальный характер. В основном они формализовали то, что у нас уже давно существует. И, кстати, я не хочу в избежание ошибок грамматических называть фамилию и имя своего собеседника. Может быть, я неправильно его назову. Я, к сожалению, не записал. Но некоторые моменты, которые там указывались, что чиновники не могут реализовать велосипедные тренды в городе из-за того, что у нас неправильное законодательство. Я, в общем, готов был опровергнуть. Не всегда мне давали возможности слово поговорить на этом эфире, на телеканале. Например, разговор о том, что у нас велопешеходные дорожки до сих пор не могут организовать, потому что это не предусмотрено правилами. Но это ахинея полная, потому что все знают, что существует, например, велопешеходная дорожка на пути из Пушкина в Шушары. По тротуару проложено половина тротуара велосипедная, половина тротуара пешеходная. И никто, в общем, как бы не говорит о том, что никто не давал это организовать. И вдруг неожиданно выплыла такая тема. Велосипедисты поехали активно по тротуарам, поскольку в поправках к правилам дорожного движения указывалось о том, что если велосипедист не имеет возможности двигаться по проезжей части, то в этом случае он имеет право и возможность двигаться по тротуару с соблюдением необходимых мер предосторожности. Велосипедисты поехали по тротуарам, начали массово бодрить пешеходов, причем делать это очень нагло и нахально. Среди велосипедистов появилась такая агрессивная часть велосипедистов, которая вообще ведет себя вызывающе. Говорит, ты что, не видишь, что я здесь еду? Вообще, типа. В качестве примера в программе приводился случай по звонку телезрителя. Рассказывалось о том, что на Адмиралтейском проезде велосипедист наехал на женщину с ребенком, наехал, врезался и предъявил к ней претензии, что она должна глаза разуть, потому что она идет по тротуару, по которому он едет теперь на совершенно законных основаниях. Вот программа-то была посвящена вообще... Она идет вне закона? Да вообще непонятно, почему она еще идет. С точки зрения позиции велосипедиста. Как это так? Он здесь едет, а она идет. И программа была посвящена вот этим вот... Разговор этот весь поединок, он был посвящен вот этим вот всем взаимодействиям пешеходов, то есть беречь-неберечь пешеходов и как к этому всему относиться. Но он плавно перекочевал в тотальное желание опять-таки все-таки организовать велосипедную страну, велосипедную страну. Я уже много раз говорил, что у нас существует два сезонных разговора, которые не дадут нам умереть с голоду. Это сенатор Вадим Тюльпанов с его шипами на колесах. По счастью, на дороге лето и никто не вспоминает про это. Это стихи были последние две строчки. И велосипедисты, которые как только становится тепло, выплывают со своими велодорожками. Конечно, никто из телевизионщиков не отобразил крик моей души на теме о том, что давайте этот диспут проведем все-таки в декабре. Но что мы про велодорожки так неактуально в мае разговариваем, когда на улице ни капли снега. Давайте все-таки в декабре, когда холодно, когда дуба, когда снег и лед. И будет сразу понятно, кто за кого голосует. Естественно, лидеры велосипедного сообщества, хотят, чтобы в городе появилось огромное количество, большое количество велосипедных полос, чтобы это были полосы, выделенные для движения велосипедистов. Они, естественно, хотят, чтобы ради этого дела запретили парковку, стоянку и остановку транспортных средств во всех местах в городе. Я поясню, что если отрезать полосу от основной проезжей части, то это автоматом надо запрещать остановку, стоянку обычного транспорта. Они, естественно, хотят, чтобы это было запрещено Но везде там, где это еще не запрещено. Они, естественно, претендуют на то, чтобы это была транспортная велоинфраструктура. Почему? Поясню. Я не говорил, что я против велосипедистов. Тем более, что накануне мне довелось покататься у себя на велосипедные темы, порассуждать за рулем велосипеда. Я не против велосипедистов. Я за то, чтобы были правильные использованные тенденции, правильные направления и правильные методы. Что я имею в виду? Я призываю к тому, чтобы различать велосипед как культурно-досуговый объект и велосипед как объект транспортной инфраструктуры. Почему? Потому что если мы говорим про организацию велосипедного движения как культурно-досугового инструмента, то, ради бога, новое строительство, Юго-Запад, все эти Захаровые, Казаковы, туда, где залив засыпают, вот там при строительстве новых жилых кварталов надо, я призываю, давайте будем обустраивать вне проезжих частей велосипедные дорожки. Это правильно, потому что в этом случае у детей не будет проблемы, где они должны кататься. Родители, давая пинка своему чаду с велосипедом, будут говорить только по велосипедной дорожке, чтобы, не дай бог, у него не возникло конфликта с мамой, с коляской, там во дворе он ни на кого не наехал, на малыша на какого-то не доехал. Это упростит ситуацию. Сам пойду кататься на велосипеде, поехали покатаемся, велодорожка есть, все хорошо, все довольны, все смеются. Ближний пригород и не самый ближний пригород, тот же самый Пушкин, Павловск, Петродворец, Ломоносов, что еще там у нас остается, да и Красное Село, еще какие, Гатчина, пожалуйста, это все, так сказать, города, городишки, не обижайтесь, которые позволяют поискать способов и выкроить там в уличной дорожной сети дороги для того, чтобы их объезжать на велосипедах. В том же Пушкине приезжаете совсем недалеко от вокзала прокат велосипедов, берете велик и поехали Пушкин изучать, или Павловск поехали по парку изучать на велосипедах. Вот это культурно-досуговая функция. Ну или, наконец, в том виде, в каком у нас обустраивают, я уже много раз смеялся, эти безумные велодорожки, но если уже, так сказать, терпишь, ухватит, доезжай до велодорожки, там катайся. Ты развиваешь себя спортивно, дышишь свежим воздухом, природой. Если ты находишься в нашем малом городе каком-то, ты изучаешь архитектуру этого самого Петродворца, Ломоносова, что-то такое, ты смотришь город. Вот, если мы говорим про то, что велосипедная... Причем вот они вцепились, понимаешь, они вцепились в то, что их культурно-досуговая функция не устраивает. Они вцепились в то, что они хотят обязательно инфраструктурировать это все в городской транспорт. Обязательным образом, без всяких, но и без всяких возможных отклонений. В качестве основных аргументов приводится... И чтобы все сели на велик, что меньше загазованность, что мы поедем на работу, что меньше будет пробок и так далее, и так далее, и так далее. И в качестве нескольких основных доказательств своей правоты приводились следующие аргументы. Первое. Начинали мне транслировать опыт Европы. Копенгаген. Конкретно упоминался Копенгаген. Вот такой замечательный город Копенгаген. Все там хорошо в Дании. Все у них отлично. Второй довод, который приводился мне, тоже из области европейского опыта, говорилось о том, что построена правильная пирамида взаимодействия всех, кто едет на работу, всех участников движения. И там сказано, что во главу пирамиды поставлен пешеход, потом во втором уровне идет велосипедист, и в третьем уровне идет частный транспорт. Я послушал эти доводы и пришел к выводу, что господин велосипедист передергивает факты. И об этом открыто ему, значит, в поединке в этом сказал, что... Ну, первое. Мы делали программу, по-моему, Саш, мы говорили про это, годится ли европейский опыт нам. Где я говорил о том, что у нас Германия страна в 20 раз меньше, чем Россия по площади. Но бог с ней даже не в 20. Возьмем даже не в 20, а, допустим, только европейскую часть возьмем. Она все равно будет существенно меньше по площади, но при этом в ней 1,8 миллиона дорог с твердым покрытием. При том, что в нашей Раше, не побоюсь этого замечательного словосочетания, у нас на все. 860, но я в поединке, я говорил, до миллиона, и дальше как хорошо звучит в статистике, дорог с твердым покрытием, грунтовых и дорог с иным покрытием. Вот так вот хорошо. В связи с чем я понимаю, что опыт европейский нам не очень годится, потому что там на очень маленьком пятаке все, что можно заасфальтировать, все заасфальтировали. Появилась возможность структурировать дорожное движение, есть канализированные переезды между районами, между городами, автомагистрали, большие магистральные проезды. И есть дорожная сеть, которая в кварталах, где там можно внедрять этих велосипедистов. А что значит канализированные? Слушай, канализированные движения, это термин специальный среди организаторов дорожного движения. Это когда я выделяю трафик транспорта колесного в отдельное какое-то архитектурно-дорожное построение, имеется в виду. Там нет ни пешеходных переходов, там нет ни пересечений с другими дорогами, просто вот прямая магистраль. Если мы, например, по Типаново, ну так возьмем, Ленинский, Типаново, Славы, сделаем автоматизированную систему управления дорожным движением, избавимся от пешеходников, все их кинем наверх, запретим повороты налево, будем только направо поворачивать все. И скоординируем взаимодействие между всеми светофорами, то мы получим достаточно канализированный поток. То есть он будет динамично двигаться с юго-запада почти в восточную часть города, то есть там дальше выходить на народную. Я вот это вот имею в виду. Так вот, европейский опыт при таком количестве дорог, он годится для организации велосипедного движения, потому что есть огромное количество магистралей, осуществляющих функцию канализирования движения. А дорожная сеть, она использует в том числе и движение велосипедистов, но никто не говорит о том, что велосипедисты двигаются везде и тотально. А вторая составляющая, в чем передергивал господин велосипедист, заключалась в чем? Он говорит, что пирамида из взаимоотношений участников дорожного движения во главе стоит пешеход, потом идет уровень велосипедиста, а потом он говорит о том, что идет следующий уровень, это путь автомобильного транспорта частного. Я сказал тогда, что я говорю, да бог с ним, с честным транспортом, вообще исключить его полностью, не про частный транспорт говорим, не про общественный транспорт говорим, а давайте будем говорить про маршрутные транспортные средства. Что мы про личный транспорт, а что в этот момент делают автобус, троллейбус, трамвай, и что в этот момент делают грузоперевозки социального назначения, которые везут продукты по магазинам, что в этот момент делают коммерческие перевозки, что в этот момент делают административно-хозяйственный и специальный транспорт, спецслужбы. Ну, бог его знает, их огромное количество, то есть если мы уберем личный транспорт, то за бортом личного транспорта у нас еще останется огромное количество автомобилей. И начал говорить о том, что если вы хотите по полтора метра от каждой проезжей части отрезать, вот простой вариант, берем Садовую улицу, так, и отрежем от нее с каждой стороны по полтора метра. Полтора и полтора, это будет, в школе меня учили с детства, что это будет три, с утра было три, а три метра это минус одна полоса для движения. Три метра это минус одна полоса для движения. Теперь внимание, господа... Полоса для парковок, для остановок? Да бог с ней, с парковкой, понимаешь, в чем дело? Там вот, ну, вот возьмем даже на участке от Ломоносовской до гостиного двора, пусть вот этот вот кусок, попытаемся его превратить в велосипедное движение. Я дальше не говорю, потому что слабое место в их концепции заключается в чем? Они не понимают, что выделять где-то кусочки для велосипедного движения проблему не решает, потому что когда этот кусочек заканчивается, дальше начинается обычное движение, не обустроенное, и он едет в общем потоке. Тогда смысл мне здесь испохабить дорожное движение, если он там все равно едет в обычном в общем потоке. Вот на этом участке, по две полосы в каждом направлении, парковка по гостиному двору, с этой стороны у Суворовского училища я запрещу парковку, но я отрежу по полтора метра, вырежу целую полосу. Мне в какую сторону оставить одну полосу? Мне оставить одну полосу в сторону Невского проспекта или мне оставить сюда в сторону Ломоносова одну полосу? А туда сделать две, а здесь соответственно сделать одну, никто налево не поворачивает, никто направо поворачивает, например на Ломоносова поворачиваю я с Садовой, я уступаю дорогу пешеходам, все стоящие за мной, никто никуда не едет. Вот такая вот отличная тема. То есть мы для того, чтобы создать им возможность для движения велосипедистов, мы соответственно запрем все остальное городское движение. И я не говорю про личный транспорт, я говорю про автобус, про трамвай, про троллейбус, в котором бабушка, которая едет, например, с Петроградского района Василиостровский в Ленту за покупками, за продуктами, она теперь стоит, потому что 7% велосипедистов от общего числа участников движения едут теперь хорошо, комфортно. Для того, ну еще мы с ним не опустились до момента, когда я говорил про то, что фазы светофоров надо пересчитывать, надо пересчитывать режимы работы светофоров, что поворот налево, поворот налево, поворот налево, для выполнения поворота налево, коллеги. Да, мы слушаем, тут просто еще у нас очень бурная параллельная дискуссия идет в нашем чате, слушатели откликнулись. Значит, рассказываю, вот этот термин хрустики, он звучал в программе живьем, то, что дальнобойщики называют велосипедистов хрустики, это термин в телевизионном эфире, в поединке он встречался, и их действительно так называют. Пешеходов знаешь, как называют? Как? Пешики. Слушай, я тебе, сейчас я тогда добьем ситуацию до конца, терминологическую ситуацию добьем до конца. При подсчетах интенсивности и при специальных разговорах, при обсуждении, кто когда куда пойдет и поедет, мы на сленге между собой, рисуя пофазный разъезд, тоже пешеходов называем пешики. И все время пользуемся фразой, вот здесь пешики пойдут столько секунд, а вот здесь пешики пойдут столько секунд. Но идея, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот я говорю, и как только в разговоре, причем народ голосовал, то есть там было онлайн голосование, народ голосовал, голосовали за него, за меня не очень голосовали, потому что пешеходу, вообще говоря, пока его лично не задавил велосипед, ему по барабану. А как только я вписал бабушек, которые должны ехать из Петроградского района в ленту на Василиостровскую, там вот на Железноводскую, на Кима, туда, сразу же голосование пошло бодренько и против велосипедистов. То ли у нас старушки в онлайне всю дорогу сидят со смартфонами и прибедняются о том, как у них плохо с достатком, то ли за них начали голосовать кто-то другие. Я не знаю, как насчет велосипедистов, меня гораздо больше смущают вот эти вот великовозрастные туши без мозгов, 70-килограммовые, которые на скейтбордах на разных мотаются, они вообще ничего не видят. И на роликах. На роликах, бешеная скорость. Вот когда на тебя такая вот туша мчится, это же убийство, все. Саш, я вот сейчас буду специализированным и немножко, так сказать, не в тренде, не моя кликуха занудным. Дело в том, что с точки зрения правил дорожного движения и на роликах, и на скейтборде, они все велосипедисты, они просто этого не знают. Понимаешь, как в автобусе, скажите, а впереди вас выходит? Выходит, только они еще этого не знают. Они же, это же двух и более колесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силы лиц, размещенных на нем. Чем он на роликах-то отличается? Он такой же велосипедист, как и все остальные. Пусть почитает правила дорожного движения. В общем, ситуация простая, незамысловатая. Единственный положительный тренд, который я увидел из всего, и он действительно положительный и правильный, это разрешить велосипедистам использовать для движения полосы, выделенные для движения маршрутных транспортных средств. Тут, кстати, еще спрашивают вот по поводу перевозки детей на велокреслах. Можно ли это делать вообще? Процесс с правилами дорожного движения административно никак не описан. Там нету никаких комментариев на эту тему. Если бы это был мотороллер, мопед, скутер, мотоцикл, то там это все определено и возрастные категории определены. Это не описано вообще, вовсе. А как-то шлем законодательно закреплен? Велосипедисту. Велосипедисту, да. Шлем вообще закреплен ремешком законодательно. Да, я понимаю, да. Нет, законодательно шлем для велосипедиста тоже никак не закреплен. Понимаешь, про велосипедиста очень мало слов и очень много. Единственное, что законодательно предписали в кавычках, посмеялись над велосипедистами, это им рекомендовали в темное время суток одевать на себя светоотражающие яркие приспособления. Но мы знаем, что рекомендации законодательные для нашего человека, они это как бы... Да был бы человек. Как говорил один президент нашей страны, не тот, который сейчас, и не тот, который самый первый. Он говорил, что если президент обещал лечь на рельсы, то он должен просто-таки обязан продолжать это обещать. Вот, вот, поэтому ничего законодательно против велосипедистов не закреплено, при том, что есть большой штраф, но они совершенно с этим большим штрафом... Ну, как он большой, там, 500 рублей. Они совершенно неинтересны для гаишников, гаишники за ними не гоняются, ничего сверхъестественного не происходит. В общем, ситуация простая и незамысловата. Разрешить им двигаться по маршрутным транспортным полосам, это единственное, что я увидел положительно во всех идеях. Почему? Во-первых, их гиперактивность приведет к тому, что они увидят, что маршрутные полосы у нас носят в городе незаконченный характер, и они свою активность разовьют и помогут продвинуть в жизнь идеи о том, чтобы тоталеризовать маршрутные полосы. Во-вторых, они там никому не мешают, кроме маршрутных транспортных средств, скорее, наоборот, маршрутные им мешают, и пускай они все съедут туда. И самое главное, что и по зиме маршрутная полоса останется маршрутной полосой, она будет достаточной ширины. Вот это вот максимум, максимум, который я увидел положительного, а все остальное носит нелепый, невыполнимый характер, потому как слабо подготовлено с точки зрения организации движения и совершенно не думает о маломобильных и малоподвижных социальных группах граждан. Я еще раз говорю, бог с ним с частным транспортом, бог с ними с автомобилями. Давайте поговорим, куда денутся остальные, которые не частные, которые грузовые, социальные, общественные, пассажирские и прочие перевозки. А теперь про безобразие в экзаменационном процессе. А что меня натолкнуло на эту мысль? Ну, просто до истерики, так сказать. Я понимаю, что немножко будет разговор с поправкой на то, что нас поддерживает учебный центр «Неокласс». Конечно, не без его участия эта мысль пришла мне в голову. Она давно-давно мне приходила. Я сейчас использую оставшееся время для того, чтобы активизировать озвучивание ее еще раз. Дело в том, что на днях прошел очередной экзамен. У нас мы не страдаем от количества учеников. У нас много учеников. У нас постоянный наплыв, несмотря на то, что мы находимся в неудобном месте города. Тут социальный опрос неожиданно выявил, что, оказывается, к нам ездят ученики с проспекта Ветеранов, с Васильевского острова. Все это находится у черта на куличиках в Невском районе. И вот, ну, люди хотят учиться. Бескоррупционный процесс. Говорю это, положа руку на сердце. Каждый, кто не верит, призываю прийти посмотреть, потому что огромное количество желающих нас опохабить. Огромное количество людей, которые говорят, что мы отзывы пишем себе сами. Ну, почитайте. В таком количестве и так художественно мы не можем писать. Более того, у нас все отзывы идентифицированы в базе по IP-адресам. У нас все отзывы идентифицированы по электронной почте. Можно отзываться и задавать вопросы. Кто, где, когда, чего и как написал. Мы ничего не делаем сами. Мы работаем. В связи с этим, ну, конечно, мы вызываем какое-то недовольство у сотрудников ГИБДД, потому что это праздник бесплатного труда, потому что это коммунистический субботник. Это реальное положение дел, так как оно есть на самом деле. Конечно, есть, так сказать, провалы в организации экзаменационного процесса, который описывался очень давно, когда еще не было так активировано денежная составляющая в экзаменационном процессе. И, конечно, от злобы или еще от чего-то, или от недостатка квалификации, или от непонимания сути процесса, мы периодически сталкиваемся с тем, что эти провалы в описании экзаменационного процесса используются нехорошими, недобросовестными экзаменаторами в совершенно непонятных, безумных целях. Ну, какие провалы? Главный провал заключается в том, что процесс носит экзамен в городе, носит суровый субъективный характер, задачу ставит экзаменатор. Он должен ставить ее заблаговременно в виде предложения совершить какой-то маневр, а этого ничего не происходит. Этого ничего не происходит. И у экзаменатора появляется возможность совершенно неожиданно говорить, давайте здесь развернемся, давайте там развернемся, и так далее, и так далее, и так далее. И вот на недавнем экзамене экзаменатор увез всю группу на оживленную улицу, на очень супер оживленную улицу, на которой добивался от людей, чтобы они выполняли разворот. Там этого сделать невозможно, сам нормальный, здоровый человек не может там развернуться, и не секрет ни для кого из водителей, что если я вижу, что выполнить разворот невозможно, то я уеду куда-нибудь, где более тихое место, и развернусь там. Мы проверяем на экзамене в городе не знание правил дорожного движения, не умение выполнить задачу отдельного интеллектуально слабенького человека, а мы проверяем умение безопасно добраться до нужного места, я это подчеркиваю, безопасно добраться до нужного места, а не выполнить здесь фигуру высшего пилотажа на Литейном, например, проспекте. Вот таким образом бомбил одного за одним, заставляя разворачиваться при интенсивном движении, каждый раз, когда в разворот транспортное средство не вписывалось, сзади при парковке, я в следующий раз, я поставлю маяк на машину и перекрою движение в этом месте, я поеду на экзамен, поставлю машину поперек, включу оранжевый маяк, и хай все разворачиваются, пусть будет так, если товарищ инспектор хочет, так сказать, а-ля гер ком а-ля гер, повоюем, вот. В связи с этим неожиданно вдруг вспомнилась мне моя стародавнишняя идея, потрясающая по своей новизне, и, кстати, если люди слушают и активны в интерактиве, то я бы с удовольствием попросил бы высказаться, потому что мы в ближайшее время будем ее реализовывать, эту идею, для того, чтобы снять на эту тему фильм, показать его высшему руководству ГИБДД, у нас есть такая возможность для того, чтобы протолкнуть в жизнь идею, хотя бы в порядке эксперимента ее зарядить. Все мы знаем, что мы с вами живем в 21 веке, давайте мы в 21 веке поставим в учебный автомобиль навигатор, я про это уже рассказывал, забьем в навигатор 10 адресов Невского района, 10 адресов, равноудаленный друг от друга, или равноудаленный от Нева класса, или от какой-то точки, 10 адресов с точки зрения арифметики Пупкина с картинками и приложениями, как говорят у нас, вообще говоря, с точки зрения теории вероятности, мат. статистики, комбинаторики, дает число сочетаний по два, дает 55 маршрутов, мы генерируем, забив 10 адресов, 55 маршрутов. Каждый ученик может ехать по своему другому маршруту, который ему будет подсказывать с космической точностью и непредвзятостью навигатор, он будет ему говорить, сейчас перестройтесь правее, левее и так далее. Чем это не в теме дальнейшего использования или участия в движении человека на дороге? Это самое то, что нужно, потому что он, как только закончил автошколу, он поставил навигатор себе на машину и пользуется этим же самым навигатором. Никакой инспектор в этом случае не занимается самодурством, с предложениями разворачиваться там, где этого делать нормальный, здоровый человек не будет. Господа, если есть возможность, то вот на форуме нашего разговора было бы с удовольствием интересно послушать, как вам сама идея. Пусть экзаменатор только указывает точку, куда приехать, а маршрут подсказывает навигатор. Хорошая, неактивная 21 века мысль, побеждающая кое-что. Да, кстати, тут вот возвращаясь к теме велосипедов, хороший комментарий написала одна наша слушательница о том, что если с дорог убрать широченные билборды рекламные, то велосипеды вполне бы поместились. Согласна. Может быть, есть места, где они не помещаются из-за того, что у нас там много чего понатыкано. Запросто. Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа Airbag. Программа выходит при поддержке учебного центра «Невокласс». Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Дмитрий Попов был в студии «Радио Фонтанка». Через неделю встречаемся. Пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова